Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается того, что человек участвует по специальности, которая совершенно ему не нравится. Значит, решив всё-таки по этой специальности доучиться, в итоге довольно серьёзно потерял вообще какую-либо мотивацию учиться. И в итоге попал в очень серьёзную долговую яму по словам автора. Вопрос. Вот. Соответственно, спрашивает автор вопроса нас следующее. Есть ли возможность пересмотреть свои взгляды или это заведомо проигрышное решение? Ну, смотрите. Что меня интересует здесь, так это то, что вы за советом, получается, да, обращаетесь к родителям. То есть, ну, не к друзьям, да, не к людям, хотя бы тем, с кем вы учитесь, да, не к своим преподавателям, а почему-то к родителям. Вот. И более того, более того, как бы вот эту, скажем так, ну, вот эту позицию родителей, да, вы, ну, в общем и целом, как бы, принимаете, ну, получается. Вот. И вопрос у меня к вам, он заключается именно в этом. То есть, как бы, а что мотивирует вас, да, вот именно, именно мотивирует? Обращается к родителям. То есть, почему вы думаете, что родители знают лучше, как жить вам? Вот. Следующий, следующий аспект. Это аспект того, что вы, скажем так, решаете дотерпеть. Я не думаю, честно говоря, что для вас это, ну, первый опыт. Вот, честно, я не думаю. Для вас это, прям, вот, первый опыт. Э-э-э-э-э-э-э, ну, Э-э-э, ну, Того, Э-э-э-э-э-э-э-ээ, что вы, что-тоع-э-э-э-ээ, что ты терпит. Э-э-э-э... Э-э-э-ээ-э! Я не думаю, Crazy, Не думаю, так. Э-ээ... Э-э-ээ...ette... То есть, привыкли как-то вот мирить с тем, что вам не нравится. Например. Для чего, для чего, то есть, как бы, зачем, да? Не очень понятно. То есть, как бы, чтобы что? То есть, чтобы угодить родителям своим. Ну, например, чтобы угодить родителям. Вот, как-то, чтобы что-то, чтобы что-то и чего сделать, да? Вот. То есть, тут, вот, конечно, тут есть, тут есть некоторые моменты, да? Тут есть некоторые детали, вот. И это нужно, понятное дело, понятное дело исследовать. Это необходимо исследовать. Вот. Сейчас, как бы, как бы, ну вот, остаётся под вопросом этот момент. Да, это проигрышный вариант, потому что, может быть, может быть, может быть, может быть, по итогу вы себя и заставите. Но, какой ценой, какой ценой вы себя, ну, будете заставлять? Вот. Как бы, какой ценой? Понимаете? Поэтому вы очень дорого можете заплатить за то, что будете себя заставлять. А именно тем, что вообще не сможете учиться больше. То есть у вас это на каком-то таком вот рефлекторном уровне будет вызывать очень стойкое и серьезное отношение, что, ну как бы, вполне адекватно. У вас это будет вызывать стойкое отвращение и по итогу вы просто не сможете адекватно относиться к учебе. Как бы это, ну как бы это болезненно не было для вас. Вот примерно такой ответ я бы вам дал бы и примерно такой ответ я бы вам предложил. Сейчас, с точки зрения, с точки зрения психологии, да, с точки зрения психотерапии. И, соответственно, начал бы потихонечку смотреть. Что будет, если я не буду терпеть? К примеру, что произойдет, если я не буду терпеть, что случится? Что будет, если я откажусь учиться? Что мне нравится? Что мне нравится? Ну вот конкретно, да, вот что, вот что мне нравится? Что мне нравится? Что я люблю? Что я люблю делать? Это такие аспекты, на которые вам нужно учиться обращать внимание. Ну, свое внимание. Вот. И дальше уже можно будет о чем-то говорить. Вот. Понимаете, да? О чем идет речь? Вот. Ну, а пока что, вот. Плюс-минус. Проблематика у вас такая. Я бы сказал, что вы в себе несколько не уверены. Вот. Я бы сказал, что, вероятно, боитесь родителей как-то, вот, ну, ну, как-то их обидеть, как-то их вот разочаровать, может быть. Вот. Тут нужно смотреть, тут нужно смотреть, следовать. И, соответственно, прорабатывать детко-родительские отношения. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Что это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Спасибо. Спасибо. Спасибо.